Привет, дорогие друзья подпольной правды. Сегодня у нас передача собирательная. Собирательный журналист едет в собирательную страну СНГ взять собирательное интервью у собирательных разработчиков о собирательной игре, которую они собирают. Короче говоря, сегодня в подпольной правде вы узнаете о том, как у нас в стране и в странах ближнего зарубежья появляются долгострои. Собирайтесь у экранов, мы начинаем. Донецкий вокзал в любое время года радушно встречает приезжих солнечным ударом, тяжелым, как крышка от канализационного люка. Пока командировочный журналист потирает маковку и соображает, где на этом вокзале, собственно говоря, перрон. Из-под земли вывинчивается некто в синим трико с пузырями на коленках и застиранной майке с эмблемой Московской Олимпиады 80-го года на груди и портретом артиста Михаила Боярского на спине. Подмигивая подбитым глазом, некто деловито любопытствует. Баба нужна? От амбре, исходящего изо рта сутенера, в степь гроздьями валится пролетающий над донецком российский самолет. Межгендерный медиум нетерпелило скребет по асфальту босой ногой и нарезает борозды давно не стриженными ногтями. Не то, чтобы журналисту, даже самому игровому, совсем не нужна баба. Однако, если верно правило, каков купец, таков и товар, то чем трястись 2000 километров за 39 земель с подручней, был плыться на улицу и совокупиться с выхлопной трубой от мусоровоза и гигиеничней поговорить хоть о чем-то может. Впрочем, физиономии медиума не впервой было сталкиваться с резкими отказами. Завидев, как журналистская рука сжимается в некое подобие кулака, он тут же ввинтился обратно в землю, уступив место трем лобастым молодцам пубертатного возраста. Молодцы, оценивающие, пялились на журналисты и лузгали подсолнечные семечки с такой скоростью, что по совокупной производительности обгоняли станковый пулемет системы Максим, одноруху бандита в редкий миг большого куша и гвардейский полк щелкунчиков. Видать, крыша проскочила в журналистской голове, и в ту же минуту похожий на Илью Муромца без бороды лошади кредитной карточки дизайнер GSC прочистил горло и убежденно произнес пустоту. Да он это он, да я с самого фотку в журнале видел и достал завернутую в страну игр галеную салаку. Стоявший по бокам дизайнера, как Добрыня Алеша, сценарист Булата, языц-председатель Атак Софтвер, приветственно раскинули руки и не переставая лузгать, двинулись на журналиста. Ну что ты, хлопчик, стоишь, як неродной? У нас же и поляна накрыта, и хлеб-соль стыны. Из-за плеч встречающей делегации в цветастом сарафане длиной почти догонявшим топик выплыла пиарщица сборной Украины по скоростному монтажу сталкера Василиса. Хлеб-соль привольно раскинулся на бюсте пиарщицы между четырьмя пластмассовыми бутылками пива Билла Нич, ключами от Запорожца и горкой немытой редиски. Несмотря на название, цветом и, как выяснилось чуть позже, вкусом, пиво напоминало спиртовую настойку подсолнечной шелухи и было примерно таким же белым, как толщеный график. Ну что, со свиданницей! Предложил Добрыня, повернул Василису спиной и виртуозно открыл бутылку об застежку отливчика. Ты не смотришь, что пиво! Артиллерия мощная! Як шандарахнет! Костей не соберешь! Артиллерия и правда оказалась мощная. Первый залп шандарахнул раньше, чем благородный напиток достиг рта. В раз обмякшего журналиста положили на крышу жовто-блокитного запорожца, пристегнули для верности резинку от эспандера и, попросив Василису подтолкнуть, ринулись в офис на презентацию. Насколько слово «ринулись» применительно к виноградной улитке, выползающей из флакона с димедролом. Пока запорожец лавировал задом по встречной полосе, троица голосиста пугала отъевшихся, как племенной таракан, милиционеров гином «Щенемерла Украина! Если мы гуляем так!» Особенно пугал милиционеров женский голос, подпевавший с багажника. В машине хватило места только украинским джентльменам и мешку картошки, которым сценариста дарил тесть из-под Полтавы. Следующий просвет в журналистском сознании наступил уже в офисе разработчиков. Краска на стенах помнила не только другие времена, но и другие цвета. По экрану роскошного лет 15 назад монитора вяло проплывали бесформенные пятна. Титаническим усилием воле удерживая ротный позыв, журналист исполнил профессиональный долг и выянул из штанов диктофон. «А это... что у вас тут?» Спросил инженер человеческих душ, отмахиваясь от зиц председателя Добрыни, шепотом просившего взять его в Москву и устроить таксистом. «Тормозилки, что ли?» «Да какие тормозилки! Цэш Казаки, родной!» Продолжал интервьюировать столичный гость. «Сам ты сталкер! Это ж колорадский жук прилип! С***! Ты пей давай! Хватит языком чесать, водка стынь!» Журналист, не глядя, подхватил стакан. Как оказалось, стынет не только водка, но и налитый в нее прошлогодний борщ, с которого украинские друзья гнали в системнике серверного компьютера самогон. Соприкоснувшись с прекрасным, московский организм мгновенно перешел на астральное существование, из которого до конца презентации уже не выбирался. В правое ухо лился зиц председательский тенорок, тонкий, как самогонная струйка из серверного блока. «Хлопчик, соколик ты мой! Ну возьми ты меня в столицу! Пропаду я тут к чертовой матери!» В левое ухо бился баритон Добрыни. «Глох, не гнида, марш под лавку! Их развелось вас тут, перебежчиков! Ты его, хлопец, не слушай! Ты меня возьми! Я и дрова колоть смогу, и на скрытки пыликать! Ну возьми, а! Чего тебе стоит?» Журналист молча наслаждался дуэтом «Миленький ты мой, возьми меня с собой!» И созерцал прямо перед носом ничем не замутненную задницу пиарщицы Василисы, на которой был живописно вытатурирован документ, дизайн-документ игры «Казаки-тормозилки» или «Сталкер в тылу врага» и программный код двух первых патчей для нее. Время от времени он механически опрокидывал стакан с северной самогонкой, занюхывал дизайн документом, театрально ронял голову на грудь, взбрыкивался и обращался куда-то в расселину межнеобъятных полушарий. «Тут читатели интересуются, когда игра-то выйдет!» Из расселины всякий раз доносилась, «Да задрал ты уже со своей игрой!» «Пойдем лучше, че покажу!» «Забери ты меня отсюда, а! Зачахну я тут с этими му**ами!» Прокручивая в Москве диктофонные записи, синий спохмели журналист обнаружил среди бесконечного «наливай давай» и такую еще беседу. «А где компакт с мастером?» «Где компакт, тварь, я тебя, спрашива, хрюкал диктофон голосом Илье Моромса?» «А ты на меня не ори, ешь разорался!» — повызгивал Добрыня. «Ты он сам в москалю в пасть совал! На, говорит, милый, закуси, и нечего на меня стрелку переводить!» «Зови лучше Василиску до программистов, пускай по новой набирают!» Меж тем, в интернете появилось 14-е за этот год объявление. Вчера ожидаемый шутер от первого лица «Казаки-тормозилки» или «Сталкер в тылу врага» должен был отправиться на золото, однако GameStv.ru сообщает, что игра не выйдет в этом году. По словам пиарщицы Василисы, разработчики в третий раз за месяц приняли это сложное решение, дабы не уронить ту высокую планку качества, которое они говорили игрокам 9 лет назад. «Мы неустанно заботимся о наших геймерах и не имеем права выпустить проект, который не оправдал бы их ожиданий. Работы над геймплеем ведутся в три смены, и можете быть уверены, игра станет главным событием того года, в котором появится на свет. Следите за новостями. Ну, а еще пишите на «Правда», как всегда, собакагеймсдфестиви.ру. И до следующего четверга. Продолжение следует...